В воскресенье 20 ноября живописное место неподалеку от села Катраник Фалежского района стало местом импровизированных боевых действий. Десятки людей в военной форме прочесывали лес, но это были не военные и не охотники, а страйкболисты, участники тактической игры. У них есть традиция отмечать закрытие сезона большой сценарной игрой. В боях участвовало более 60 игроков из Кишинева, Единец, Бельс, Фалеж, Санчири и других городов. В страйкболе используется специальное оружие, привод, которое стреляет пластиковыми шариками. Как и в любом другом виде спорта, без техники безопасности никуда. Вход в игру без специальных защитных очков строго запрещен. Организатор Сергей Звездин рассказал журналисту телеканала БТВ о том, по какому принципу проходит игра. Сегодня мы собрались вблизи села Катраник для проведения закрытия сезона по страйкболу 2016 года. Собрались практически со всей Молдавии. Кишинев, Бельс, Единцы, Балешты, Санчири. Около 50 человек. Сегодня будет проводиться игра по сценарию. Будет закладывание бомбы на определенных точках, удерживание точек. Соответственно, противоположная команда должна быть всякими возможными и невозможными средствами. Не дать этого противнику сделать. Будем надеяться, что будет очень интересно, захватывающе и запомнится всем и надолго. Задачи перед игроками ставились следующие. Команда красных должна установить специальную бомбу в трех местах. Обозначенных на карте задачи синих не дать им это сделать. Есть, есть, есть. Вот, вот, справа, справа. Справа, справа. В этом. В этом? Это не К2. Ребята продумывают свои образы до мелочей. Форма, бронежилеты, рации, оружие, шлемы и другие детали. Стоимость амуниции некоторых игроков доходит до 2000 долларов. Каждое новое приобретение, будь то ботинки или прицел, в той или иной мере помогает при выполнении миссии в игре. Играет музыка. Играет музыка. После закрытия сезона страйкболисты не прекращают играть, однако сборы проходят уже не в таком масштабном формате. Зимой любители этой игры тюнингуют оружие и снаряжение, докупают необходимое и ждут весны открытия сезона.